Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Друзья, никогда не скрывал свою любовь к комбайнам. Безумно люблю эти машины, особенности старичков, олдскульные комбайны, которые ну просто радуют действительно глаз, особенно классно на них работать на небольших полях, добавляют атмосферности. Люблю не только отечественные, конечно, наши машины, но и зарубежные, если они классно проработаны. И вот одна из таких шикарнейших моделей, которая совсем недавно появилась на Ботхабе, вот этот вот такой замечательный польский ветеран Bizon Z061. Поэтому, друзья, предлагаю на него посмотреть во всех подробностях и покатать его. А он производит, ну очень, друзья, приятное впечатление. Итак, давайте, друзья, начнем знакомиться с самой моделью. Что нам, собственно, предлагается? Вот такой вот комбайн с мощностью двигателя всего 220 лошадок, емкостью бака на 300 литров, 20 км в час крейсерской скоростью и объемом бункера на 5,1 кубометра. То есть 5 с лишним тысяч литров можем загрузить туда зерновых, друзья, культур. Кроме того, можем выбрать у комбайна бренд колеса, поставить ему разбрасыватель соломы, ну и, собственно, либо убрать его, выбрать конфигурацию. Можем снять, друзья, защитные щитки, чтобы оголить механизмы все у комбайна. Помимо всего прочего, друзья, можно выбрать, естественно, цветовую схему. Выбор тут, что называется, 50 оттенков красного, но можно поставить какой-нибудь голубой или синий. А так все возможны оттенки красного, бордового, то есть кучу всего, что вам нравится, из классических цветов для этого бренда, польского комбайна. Само собой, также можно покрасить обода, то есть выбрать подходящую для вас цветовую схему. Из красного, конечно, если вам нравится. Ну, для любителей, ни вы дома, думаю, эта цветовая схема очень понравится. Кроме того, в комплекте идет такая жаточка Бизон 5-метровый хидр со стандартной, в общем-то, шириной жадки 5 метров и с рабочей скоростью 8 км в час. Которая, в общем-то, характерна, например, для аддона 1500А. Мода такого известного от нашего мододела шнурок. Здорово, конечно, смотрится. Множество конфигураций того, как это все можно, друзья, выполнить. Молотилы, конечно, не меняются, но можно поменять всевозможные защитные устройства на границах нашей жадки. Ну и в комплекте также идет, друзья, вот такая подкатная тележка. Также можно поменять цвет самой подкатной тележки и ободов, друзья. Помимо всего прочего, что очень важно, к этому комбайну можно привязать скрипт Simple IC. И вот так шикарно наблюдать, как открываются у него, друзья, борта. Это просто шик. Звучание, ну, просто, ну, топчик. Что еще скажешь, просто, ну, шикарно все звучит. Поэтому я даже не стал, друзья, накладывать какую-то музыкальную композицию, чтобы она просто не перебивала удовольствие вот от всего этого скрипа старья. Действительно доставляет, согласитесь. То есть мелочь такая, но очень приятная. Прям очень, что здорово. Поэтому, друзья, чтобы вот насладиться вот этим моментом, обязательно поставьте Simple IC. Скрипт такой есть, популярный, весит всего ничего. Но вот может многие вещи открывать, в том числе двери в дефолтных тракторах, и вот таких модулов. Вот так выглядит, друзья, кабина нашего комбайна. Интерьер, естественно, небогатый. Сзади бункера не видно, видите, зашита наглухая стена. Вот такая вот детализирована у него приборная панель. Все рычаги на месте. Не в голову, в пол. Все есть, все, в общем-то, здорово смотрится. Ну, друзья, конечно же, звучит просто комбайн шикарно. Все скрипы, звуки, оборудование, все как надо. Вот сделано внешне, и из кабины тоже все здорово звучит. Поэтому, друзья, ну, что могу сказать, рекомендую обязательно его попробовать. Неважно, любите ли вы отечественного производителя, или вам не принципиально главное получить удовольствие от работы с техникой. Вот бизончик вполне себе очень-очень здорово смотрится. Его можно неплохо использовать не только на зарубежных полях, ну, и, например, в отечественных, например, в паре с тем же Доман 1500А, или с Нивой СК-5. Очень шикарно все это будет смотреться, действительно, в тандеме. Комбайн, действительно, друзья, очень приятный. Он очень хорошее впечатление производит. Я вот не помню, в последний раз, от какого комбайна из зарубежных, которые улдскульны, в такое удовольствие получил. Он, наверное, от своего любимого Доминатора, класс Доминатора. Он не как бы генцы для меня, это же генцы. Очень здоровский мост сделали. Отлично смотрится комбайн. Ну, это, говорю, именно то, что касается моих любимцев из зарубежной техники. Вот бизон, действительно, очень здорово смотрится. Комбайн эти в свое время, конечно, до России не доехали. В общем-то, польский бренд по факту работал в основном только на своей земле. Вот этот комбайн, например, который мы сейчас катаем, он родом из начала 80-х. Увидел он, конечно, после распада Советского Союза и поля Украины и Белоруссии. Даже в Латинскую Америку катался. Вообще-то, в свое время бренд такой в Восточной Европе довольно-таки известный был бизон. Ну, в дальнейшем его потом приобрел, друзья, гигант Нью-Холланд. Ну, и, в общем, на этом история бизонов, такая большая известность на Восточно-Европейском рынке для этого бренда, собственно, и закончилась. Ну, опять же, наследие определенное осталось. Вот такие же олдскульные комбайны, которые можно в модах покатать. Поэтому, друзья, очень здорово, что этот мод был реализован, реализован так очень приятно. То есть, все вы прекрасно сами слышите, видите, все двигается, все звучит очень, друзья, здорово. Поэтому, еще раз говорю, если любите олдскульную технику, обязательно, друзья, попробуйте, комбайн вас не разочарует. Да, эффективность его никакая, как у любого старого комбайна, но в остальном он очень приятен. Давайте, друзья, испачкаем его обязательно, посмотрим, как это все смотрится. Все смотрится, все, конечно, шикарно. Грязь лежит как надо, вот прям, вот, то, что касается экстерьера, все испачкано, в общем, вот, как надо, не размазанный. И вот салон, конечно, тут, салон просто, извиняюсь, друзья, убит в хлам. Там пачкается очень сильно, ну, в целом, грязь смотрится очень и очень неплохо внутри салона. Это самый, в общем-то, важный момент. Обычно бывает какая-то непонятная размазанность, текстур. Здесь, в целом, все довольно-таки очень неплохо выполнено. То есть, глаз это все не режет. Ну, давайте, друзья, разгрузим наш комбайн, посмотрим, разгружается ли он нормально. Опять же, используем модовую технику. Мазик вот такой, старичок белорусский. Ну, и посмотрим, как он разгрузится. Попаянное дело, что в дефолтный прицеп, это без проблем, комбайн разгрузится. Но важно понимать, что он еще и с модами работает. Ой, задели мы кузовом трубу, ничего страшного, сейчас в сторону отъедем. Так, ну, и пересаживаемся в наш комбайн. Все, порядок, друзья, разгружается. В общем, вот такой, друзья, очень симпатичный комбайн получился. И вполне себе имеет право на то, чтобы побывать у нас, друзья, в наших моторно-тракторных парках. Почему бы и нет. И лично я его в ближайшее время с удовольствием покатаю на каких-нибудь картах. Ну, может быть, на Хоффбергмене обновленной такой немецкой карте. Почему бы, в общем-то, это и не сделать. Я, собственно, сейчас это, друзья, и сделаю. А у меня на этом все. Будьте обязательно здоровы. Берегите себя и своих близких. Пока-пока. Берегите себя и своих близких.